Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр. И если бы, например, сейчас я искал для себя колясочку комплектаций 2 в 1, что-нибудь из премиум сегмента, желательно немецкая, то я определенно бы, наверное, остановился именно на этой модели. Это коляска от компании ABC Design, модель называется Samba. Посмотрите, какая она четкая, прикольная колясочка, минимализм. Не в плане там вообще всего, как коляска, но вот ее внешний вид, ничего лишнего. Мне это очень нравится. Комплектацию 2 в 1 сегодня с вами рассмотрим. В двух словах немножко технические характеристики перед обзором. Гарантию производитель дает 2 года. Вес с люлькой 13,3 с прогулочным блоком, к нему вернемся, 13,2 килограмма. Наклон, кстати, в прогулке 115-165 градусов, это мы посмотрим. С рождения до 4-5 лет приблизительно можно катать коляску, потому что выдерживает 22 килограмма. И 59 сантиметров у нее, кстати, колесная база, ширина. Вы в любой лифт, везде, даже в старых домах заедете, с этим проблем не будет. И вишенка на торте, друзья, это вот огромная, просто огромная люлька. Сейчас мы в преддверии зимы находимся, и нам нужно утеплить ребеночка. Мы наверняка захотим какой-нибудь флисовый, пуховой, меховой, какой угодно конверт, такой тепленький, чтобы малышу было там тепло. И эта люлька нам даст возможность использовать абсолютно любые конверты, меховые, флисовые, все что угодно, любого размера. В принципе, потому что размер у этой люльки, друзья, вы только вслушайте, 79 на 36. Это очень большая люлька. Я знаю, комментаторы сейчас напишут, что полно таких люлик, но мы говорим о премиум сегменте, о немце. И вот на одной руке вы максимум сможете посчитать бренды, у которых есть приблизительно похожие размеры люлик. Если я не прав, напишите в комментарии, с удовольствием узнаем что-то новое. Вот. Поэтому люлька тут огонь. Сильная сторона этой люльки – это огромный козырек. Здесь, кстати, мы можем вот так вот сделать. Вообще, у ABC дизайна всегда классные козырьки. Делаем вот так. Ба-бах! И у нас получается просто огромный козырек здоровенного размера. Благодаря вот этой огромной дополнительной секции, кстати, можно откинуть накидочку. И будет здесь вот смотровое окошечко с москиткой. Вот. Козырек классный. Что мне еще нравится? У ABC дизайн используется очень классная эко-кожа на ручках, на бамперах, на ручке, на люльке. Кожа такая плотная. Я хорошо знаю такую эко-кожу уже годами проверенная, скажем так. Она очень износостойкая и на долгую. Она сохраняет свой такой товарный вид. Давайте я сейчас подсниму вам, и вы посмотрите, как это вблизи смотрится. Вот, собственно, о чем я говорил. Очень качественная прострочка. Очень классная эко-кожа. Очень износостойкая. Она не вот прям мягкая-мягкая. Она такая что-то среднее. Но очень приятно держать. И это очень долго живущая эко-кожа. И смотрятся ромбики. Ну, в общем, все классно. И ткани, кстати, вообще у коляски очень-очень годные. Так что за эко-кожу им 10 из 10. Ну, так вот. Эко-кожа действительно в порядке здесь. Так, давайте теперь посмотрим на саму люльку. Что здесь она из себя представляет. Мне что нравится, помимо ее, вот, суперкрутого размера. Вот эта накидочка. Она, во-первых, вся крепится на кнопочках. Никуда не слетит, никуда не денется. Это не липучки, которые изнашиваются со временем. Мне нравятся вот эти два замочка по краям. Они не до конца идут. А вот... Да, вот сюда. И, соответственно, мы можем вот так вот откинуть. И у нас образуется доступ к ребенку. Здесь у нас отличный просто матрасик. Здоровенный, толстый, мягенький. Вентилируемое дно. Пластиковое, жесткое, естественно, ровное. Куда без этого. В общем, у меня вообще нет претензий к этой люльке. Она практически эталонная. И слабых мест я у нее не заметил. Кому-то покажется, что вот этот бортик маловат. Но, друзья, я не понимаю, если честно, когда закрывают прям вот полностью ребенка. Ну, ему кислород нужен. Ему нужно как-то дышать. Если так упаковывать, идите на балкон гуляйте. Дайте ребенку дышать. Ему нужен воздух. Если, в конце концов, метель там... Оденьте дождевик. Они тоже все дышащие. И ему не будет там дуть ничего. Поэтому не фантазируйте. Вот. Собственно, как снимать эту люлечку. Кнопки здесь с памятью. Нажали, нажали. И поднимаем. У основания у нас здесь есть четыре ножки. Чтобы можно было ставить. И не бояться ее повредить. В общем, все окей. Теперь давайте посмотрим на прогулочный блок с вами. Что из себя он представляет? Естественно, он и по ходу, и против хода может ставиться. Само собой, друзья. Куда без этого. Кстати, вот сразу вам. 165 градусов мы лежим. Отлично. 115 градусов мы сидим. И это как раз таки очень круто. 115 градусов. Потому что спинка не заваленная. Ребенок как у нас капитанская такая посадка. Не все родители хотят, чтобы спинка была заваленная. Вот считают, что вот так удобно. Поэтому вот, пожалуйста. Кстати, можно по высоте здесь немножко регулировать козырек в пару положений. Вот сейчас он на самом высоком уровне. Он здесь, кстати, тоже с дополнительной секцией. Я сейчас открыл ее. Также есть смотровая кошечка с москиточкой, закрывающаяся. С этим все хорошо. Спинка здесь очень... Вот так. Спинка здесь очень высокая. Сидение, кстати, очень мягенькое. Казалось бы, она такая вся плотненькая. Но сидушка мягкая, прикольно. Пятиточечные ремни, классика. Мягкие накладки везде и на паховой зоне. Такая же эко-кожа приятная на бампере. И что мне нравится в бампере, он откидывается по-настоящему как калитка полностью. А то бывает у некоторых вот так. И как туда сажать ребенка? Ну, такое. Откинули, спокойно посадили, обратно закрыли. Продумано, продумано. Соответственно, подножка у нас тоже регулируется. С помощью кнопочек по бокам. Кстати, в комплекте с прогулочным блоком еще идет накидка на ножки. Тоже хорошая теплая накидочка. В комплектации вы ее уже получите. Так, смотрите. Хочу сразу обратить внимание еще на цвет рамы. Если хорошо, внимательно посмотрите. Рама здесь не просто зеркальный хром. Это притонированный такой, как ртуть. Притонированный хром, как по мне, смотрится круто. Если вот вам нравится, напишите, нравится вам такой цвет или нет в комментарии. Я лично вот кайфую от вот именно вот такого хрома. Мне вот очень нравится, когда делают его таким притонированным слегка. В общем, супер. Смотрите, что касается ручки. Она здесь регулируется телескопическим образом. Телескопически удобнее. Потому что, когда мы регулируем ее, например, повыше, мы дальше от коляски становимся. И при быстрой ходьбе мы ее не пинаем. Поэтому эта вот система телескопическая, она удобнее, как по мне. Так, давайте с вами взглянем на раму. Посмотрим, что она из себя представляет. Ну, кроме того, что она очень красивая. Давайте посмотрим, что она еще может. Вот. Это рама металлическая, естественно. Подгонка здесь очень хорошая. В плане подгонка стыки всех элементов. Она вообще нигде не люфтит, не скрипит. В общем, сборка отличная. Колеса, естественно, здесь с возможностью блокировки при необходимости. Колеса, кстати, просто резиновые. С амортизацией. Спереди и сзади есть амортизация. Вот. Тормоз у нас. Вот мой нелюбимый, честно говоря, тормоз. Мы нажали, поставили. И чтобы снять, нужно прям ковырнуть снизу. Мне это не очень нравится. Но зато хороший большой багажник с большим доступом. По бокам, конечно, доступ больше. А здесь вот он уменьшается из этой перекладины. Ну, друзья, с этим можно жить. На чему? Привыкните быстренько. Вот. Теперь. Давайте попробуем. Сейчас комплектацию вам озвучу, чтобы не забыть. А потом мы с вами сложим раму. Коляску. Адаптеры для установки автокресла группы 0. Ну, то бишь люлька. С рождения. Оп. Видите. Уехал вниз. Регулируется по высоте, как я говорил. Так. Антимоскитка будет и в люльку, и в прогулку. Дождевики на люльку, и на прогулку. И накидка на ножки для прогулочного блока. Тоже я говорил, что будет. Максимум, что вам нужно будет докупить, это, наверное, может быть, рюкзак и подстаканник. Все остальное у вас уже будет. Так. Смотрите. Чтобы ее сложить, что нам нужно? Нам нужно вот здесь нажать кнопочку. Опустить. А потом вот эти вот две кнопочки, как курки, нажимаем. И, соответственно, опускаем. Казалось бы, что это? Почему она так выглядит? Не компактно. Это еще не все, друзья. Так делаем. Отлично. Опускаем. И потом опускаем спиночку. Вот так вот. Опа. Все. Теперь она у нас максимально компактная. Если нужно еще компактнее, можете просто вот так вот, собственно, убрать бампер, и будет красота. Как по мне, для такого здорового внедорожника это очень отличный показатель. Раскладываем. Опа. Опа. Собственно, и все. Добавить, друзья, мне уже больше нечего. Мне, скажу честно, очень нравится эта колясочка, учитывая стоимость. Вот сейчас вы уже смело можете переходить в описании, проходить по ссылочке и убедиться в том, что за такой прекрасный экспонат, скажем ее так, это очень-очень демократичная цена. Потому что сейчас с ценами такой кошмарик происходит, и хороший премиум за вот эту сумму купить я, в принципе, даже не знаю, кого можно купить даже. Это цена за Польшу, наверное, где-то так сейчас, на текущий момент. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас это супер предложение. Поэтому я очень рекомендую, не проходите мимо этой колясочки, обязательно ее изучите. Можете приехать в сеть магазинов Первая коляска, покатать, пощупать, ребеночка посадить, уже почувствовать ее, как говорится, вживую. И уже принять свое решение, соответственно. Но если вопросы есть, пишите их в комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И до свидания.